здравствуйте ребятушки я вот там вижу меня подписчики уже выслеживают все потому что папочка вышел на помойку разрывать их и добывать там всякие находки я для вас заснял топовый видос поэтому с вас по лайку обязательно а я полетел на кормилицу драть ее как гиена данное видео создано в развлекательных целях все показано сегодня польза броя стрелы о ебей бейджек потная кормилица дима тут были барни диме 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 уж кути диме геньк этаж куди деньг деньг забираю деньгинь дим можно не мусорить пожалуйста ты так яра разрываешь а чё у вы нас хаты дай насладиться дим дай мне нас о о о о о о ребят охренеть охренеть это топовая маска золотая никого в жизни такой не видел охренеть она шикарная чувак кошмар просто какой-то папа какая-то шубка шубочка вот эта тема сутри на покажи а это дермантиновая биба я подумал это шуба блин сейчас сезон скоро зима же блин чувак одноразы чувак боль что боль посмотри смотри сейчас будет а что это корм покажи все повылит холлого за тебя летает корм который в котором моль поселилась но мы кстати моль освободили нифигасе тут одноразочек сколько 50 плюс 50 короче тут на 250 рублей одноразок мы нашли вот ребят сейчас еду и думаю а представляете какая страшная ситуация бывает у людей ведь многие люди залезают в такие крупные долги а потом даже некоторым приходится рыться в помойке чтобы эти долги выплатить а вот вы знали что а вы знали что за кредиты можно не платить и вам за это ничего не будет каждый гражданин имеет право списать следующие долги по микрозаймам и кредитным картам по займам и распискам у физических лиц долги за жкх штрафы неустойки пени и долги по налогам поэтому рекомендую вам канал основателя компании онлайн банкротства алексея даровского за 8 лет существования закона он списал для граждан долгов уже более чем на 1 миллиард рублей и знает как помочь в трудной финансовой ситуации на его канале вы узнаете как освободить себя от долгов избавиться от коллекторов списать долги по жкх и многое другое алексей даровский бесплатно проведет консультацию и предложит вам пути решения в вашей ситуации поэтому не упускайте возможность начать новую жизнь и переходите на канал алексея по ссылке в описании ставьте плюсик под любым из его роликов и он бесплатно проанализирует вашу ситуацию и даст пошаговый план действий по избавлению от долгов а по промокоду штребух вы получите скидку в размере 10000 рублей от суммы договора ссылка в описании что-то там увидел углов стиль алисы какая-то алиса стильные такие женские очки вот у меня найки оригинальные обалдеть оригинальные топовые найкосы чувак найк sb посмотри какие сутри какую стиль красивые ребят если стилька вот такая синяя то это точно оригинал видно по ним что это оригинал сейчас найду 2 тоже целый а ну дай ребят вот такие найки это как будто форсы стоят вот столько новые они вообще в отличном состоянии среднем они в отличном где ты средний увидела это грязь это грязь подошва не стерта это грязь все вот здесь боковины целые везде а тут ничего не потресканное я их отмою и продам на стриме подписчикам 39 размер угошают за шкура вау этаж кстати это такой ковер шкурячий шкура ковер стиле белого медведя он столько денег может стоить кстати а тут дыра блин я бы взял его но если б не вот эта дырка он дорогой такой тысяч двадцать-тридцать стоит ковер виде шкуры белого медведя у бог ребят нычка грушовых лимонадов за боком полтора литра груша так срок годности какой чего выкинули по-любому же просрочено а чё ему будет блин да на забирать срок годности вообще не вижу значит не просрочено все беру мы много правда не увезем но вот столько можно будет увезти в принципе все я увезу а чё бы не увезти грушу ребят будем гараже пить напиточки бесплатные грушовые лимонадики ребятушечки если вы не знаете я роюсь помойках с 11 лет так что с детства я всегда делал то что хочу и меня всегда тянуло на приключения ведь вокруг меня был огромный не изученный мною мир и к сожалению это все всегда было очень опасно и я рисковал своей жизнью но сейчас чтобы изучить мир и понять кем ты хочешь быть в этой жизни конечно же не нужно убегать из дома и бомжевать достаточно просто скачать родмир на родмире ты можешь стать кем угодно например сашей белым из фильма бригада и быть главарем опаснейшие группировки либо стать на сторону закона и быть в роли полицейского а возможно ты просто хочешь покататься на крутых машинах ведь на родмире есть просто гигантский выбор машин и тюнинга а если ты хочешь поиграть вместе со мной заходи на 11 сервер и не забывай вводить мой промокод штребух который даст тебе денежный баланс для легкого старта игры также в эту игру есть возможность поиграть с телефона вбивай в google play или apple store название hustle онлайн и скачивай так что жду именно тебя на одиннадцатом сервере мой дима как обычно затупил и не туда поехал ну ладно поеду один порой из баки с кайфом без конкурента у картины нифига себе нифига себе так это же чьё-то искусство искусство выкинули на помойку красивая очень картина 18 на 26 старая кстати так вот еще одна пашко в.ф. золотая осень картон масло на картоне маслом рисованная дим но ты водила тупишь как обычно я по правилам поехал вот эту сюрприз бог засуна эти на барахолку отправим у нифига техника чувак это что такое расческа такая расческа которая сушит волосы бери и протереть надо так слышишь на этой кормилец это же с памятника это с памятником нифига сатурн это не самодельно это это может самодельно но это на памятник на могилке было помянем этого дедушку скорее всего а вот это вот 70 лет петренко владимиру николаевичу это ему на день рождения дарили а здесь уже на заказ на заказ сделано да это все с этого там где картины выкинули от оттуда же юстную юстую ну-ка рабочий чувак смотрите ребят вам второе число первое второе оно должно перекидываться то там его может смазать надо сколько 3000 это винтаж чувак это винтаж а вот вторник смотри понедельник воскресенье суббота пятница четверг среда а у тут бумажечки меняются и они там все в комплекте по ходу здесь месяц и здесь дни а тут числа о 3 смотри она пытается перелеснуться там второе третье а четвертое появилась чувак это аккуратненько положивая вещь прикольно это 3000 рублей ребята их по 3000 продают петренко в н здоровье счастье много на многие годы юбиляру 60 лет это медаль вот подарили вот этому петренко в н дедушки обвел деть медная медная вот иконка о какой-то провод опа вот оттуда же это самодельный удлинитель сделанный из этих офигеть самодельный удлинитель вот такой вот советский ребят охренеть но прикольно может получится его продать кассеты какие-то золотая русская лирика берем кассет вот еще хочу за свист в конце к мы паркуемся от мопеда или от чего такой звук не щеку сию это чехол на матрас сас оскона это дорогой я занырнул удачно а это детская такая лежаночка прикольная вообще приятная зачем ее выкидывать было могли бы так положить коммуназы берут и палки вот с вот этими висючками детскими вот так цепляются и ребенок там играется зачем такое в бак выкидывать тем более она чистая еще людям жалко блин другим отдать бесплатно надо выкинуть не себе не людям это не одеяло а может и одеяло кстати классно скоро зима укрываться на обучим то теплым гаражики я часто ночую просто в ребятки ребят короче я тут фоткался с подписчиками вот толпа помахайте ручками вот помоечка кормит и дима тут налутал кучу техники посмотрите фонарик вот такой фонарик с магнитом классный далее вот такой автомат дима нашел джойстик от playstation dualshock 3 для 2 playstation 3 а ну для 3 вот такие шляпеточки с рынка а второй кстати есть шляпеток 2 то нет шляпетка диме еще такие шляпеточки но самое прикольное то вот эта машинка hot wheels посмотрите какая вообще у гу-гу-гу-гу-гу так вот это не hot wheels скорая помощь вот это все ребят машинки hot wheels посмотрите вот это какая крутая обалденная вот это porsche вообще крутая еще такая мощнейшая вот эти все машинки hot wheels и они продаются на авито по разным ценам зависимости от модели но вот одна штучка будет стоить вот это вот 500 рублей целом их можно все предпочитать по 500 рублей тут машина код 4 машинки это 2000 рублей ребят просто обалденно так что если у вас есть машинки hot wheels вы их не выкидывайте лучше продавайте на авито о толстовка нам для помоек сгодится розовая еще такая робота собака какая-то мощная углу не это не кожа это дермантин прикольные ремешки тоже они вот эту битый вот это еще можно попытаться продать в целом так неплохо самое ценное это машинки hot wheels из того что дима нашел фен браун кстати серебро серебро да вижу чувак проба шнурочку серебряный ну то есть он здесь тряпка а вот это вот все серебряное вот это место где он соединяется а трусики женские ты чё у такие убитые не покупают нам только нюхательные обалденные трусики мире чистейшие у дольче габбана мешочек я вытащил у димы из рук забрал дольче габбана сюда hot wheels и серебро а playstation 2 а вдруг три дай посмотри пожалуйста нет это плитка это 9 то это виде к обычный чувак sony он чушу бюрей чувак дой это блюрей к где блюрей ты увидел нет это обычный бюджетный современный да денег стоит дай посмотрю ребят посмотрите вау вау камуфляж а ну разверни ну выверни покажи нифига стиль чувак мы это себе оставим для помоек она убитая ребят вот этот видик современный sony с пультом в пакете чистенький красивенький без царапин я без понятия сколько он на авито ну вот цена монтажер уже добавить сколько он стоит мы это продадим на авито обалденный современный можно будет диски с фильмами вставлять смотреть я вообще думал что их уже вообще никто не продает их вроде магазинах до сих пор продают эти видите кто-то до сих пор пользуются дисками кстати чувак вот это что-то топовое это сидуха мне на мопед мякиш такой обалденный прям под смотрите по размеру как стала супер мягкая обалденная я вам сейчас такое расскажу вы просто обалдеете многие знают что я люблю на мопедах покататься и был у меня мопед супер топовый супер гоночный который я продал недавно за 250 тысяч рублей для того чтобы купить вот это можете меня поздравить у меня появился мощнейший компьютер на видеокарте самой новой rtx 40 90 и теперь я буду играть в супер топовые игры с таким красавцем видюха на 24 гига просто ребят ком собран на новых комплектующих ребят я так счастлив это просто не передать потому что у меня теперь появился мощнейший красивейший компьютер который на самом современном железе я буду играть самые последние игры кстати будут скоро игровые стримы вся информация будет телеграм-канале а вы не откладывайте мечты на потом потому что у ребят с компании black white компьютер можно взять даже в рассрочку и почему я кстати их выбрал потому что они собирают компьютеры быстро отправляют по всей россии собирают компьютеры исключительно на новых комплектующих предоставляют гарантию мне этот компьютер приехал со всеми коробками от видеокарты материнки со всеми чеками поэтому я могу спать спокойно знаю что у меня компьютер собран не совета с каких-то блин прогретых видеокарта а полностью на всем но поэтому это супер круто и теперь если моим друзьям либо родственникам нужно будет собрать комп я обращаюсь сразу к black white потому что я в них уверен максимально они вообще молодцы они на рынке давно у них отличнейшая репутация на их канале на ю тубе вы найдете кучу видосов связанных с компьютерной тематикой там тесты видеокарт сборки различных компов в разном бюджете поэтому все ссылочки будут в описании также у ребят проходит сейчас розыгрыш на видеокарточку rtx 4080 на 16 гигабайт я себе уже зарепостил потому что я тоже хочу как бы видеокарту такую на халяву ну и что вам советую поэтому не откладывайте мечты заказывайте мощные компы у black white ссылка в описании ну а я буду дальше кайфовать работать и стараться для вас спасибо что вы со мной погнали дальше разрывать кормилицы ребятки ухю тюни ухе вся городная корм чипать ребят вы нос чувак вы нас хаты прям возле бака стоит дим аккуратно стой давай аккуратно пожалуйста ни фигаси тут сколько проводов смотри охренеть это Туалет, прикинь, самодельный. Лестница тут, нифига себе, он здоровый. Берегите природу. О, кстати, умные фразы написаны. Реально, надо беречь природу, ребят. Скворечня. Скворечня. Котяха не хватает. А там, может, говно есть. Я думал, вот это котяха, это ручка. Он в полном комплекте со скворечником. Капец, это чистый эксклюзив, ребят. Во первый раз в жизни, ребят, вообще такое нахожу. Удивительная просто находка. Оно, может, тысяч десять вообще такой туалет стоит. Это просто флешбеки дачные. Я не знаю, ребят, если хотите купить это, пишите в группу ВК, он полностью целый. Его там подклеить моментами и все. Ребят, нифига себе тут техника. Не-не-не, налетай на тут. В смысле? Ну да, я тут поруюсь. Еще смотри, какие-то квартиры от застройщика, реклама всякая. Давай вместе эту коробку залутаем, потом ту. Главное вот так ее поставить, а то сейчас конкуренты подъедут. Так, смотри, диски всякие. Так, это, ну в принципе, это шляпа, никому не надо. Короче, всякие провода. Вот это что-то тут есть. О, блок питания всякие, какие-то переходники. Это не пауэрбанк. А что это, телефон? Это солнечная батарея. Чувак! Солнечная батарея, пауэрбанк. Ебать! Чувак, это ты знаешь, чувак? Я в шоке, чувак. Это не Шимано? Чувак, охренеть, это полный комплект. Передний гидравлический тормоз и задний. Ребят, комплект этих тормозов на Авито вот столько стоит. Смотри, тут еще, короче, комплект. Катафото всяких, смотри. Просто велосипедная вся утварь. Прям в пакете выкинули. Как можно гидравлические тормоза выкинуть? Я в шоке, ребят. О, кэшбэк, прикинь. Да тут деньги. Вот просто раскидан рубль. Канифоль, блок питания. Смотри. А, очки 3D, 3D. Я аккуратно, Дим, я аккуратно. Так, это чехол для телефона. Что тут еще? Капец. Нифига себе. Ты понимаешь, почему я обожаю загородные помойки, Дим? Сюда, как не приедешь, сюда вынос хаты. Вот. Это антисептник. Кстати, в сумку уберу, нам такое надо всегда. Вот это, охренеть, Мальборо. Запечатанная камера для велика, ребят. Вторая коробка. Смотри, тут сразу какая-то фигня. Что это такое? Это прожектор. Нифига себе, он с регулировкой. Охренеть. Прикинь, рабочий. Ребят, кто знает, что это такое? Вот в пачках новое. Вот сюда резьбы. Здесь есть шестигранник. Я так понимаю, это насаживается на дрель. А здесь наждачная бумага. Что-то шлифовать. Тут они не все новые. Вот бы ушные им что-то пилили. Ребят, вот это вот, вот это ценное. Давай. Охренеть. Это вот коробки вскрывать, резать скотч. Это обалденная фишка. Так, опа. Вынос хаты. А, это с ателье, он лоскуты всякие. Слышь. Да, всякая технику. Вот это пойдет на завязки, прикинь. Такое же бабушки покупают. Ну, подвязывать всякие растения. А что нет? Тут целый пакет этого дома. Если вы с нами заберете старый тренажер на велосипеде. Заберем, конечно. Но только если сейчас вынесите. Прям сейчас заберем. Там какой-то тренажер, ребят, хотят бесплатно отдать. Поехали быстрее. Тетя подходит, говорит, вам тренажер не надо, только заберите его, бесплатно отдам. И думала, вот уже стоит три месяца. Обычно он у нас стоял дома. Увезем как-нибудь. Он стоял дома все время. Ну, конечно. Торнео. Торнео. Пильненький. Ой, ты что? Давай, давай, давай. Шины, давай. А может, на чем-то помочь что-нибудь. Ой. Нет. Вывезти мусор, может, сейчас сразу. Фух. А ну. Не, ребят, топовый тренажер Торнео. Модель Гуэст. Вот столько стоит на Авито такой. Блин, как круто, что есть добрые люди на этой планете. Спасибо большое. Потому что, блин, ну выкинули бы. Бомжи бы забрали, на металл сдали. А так еще седло тут такое велосипедное. Вот даже прям на велик не подойдет. Вообще ништяк. Все. Ну, а теперь это как-то довести до гаража. Ребятушечки мне помоечка дала. 460 тысяч рублей. И первый раз в жизни я решил их с толком вложить эти деньги. И купить автотранспорт для того, чтобы перемещаться по помойкам. Ну, и в целом, чтобы мы могли ездить на море там и так далее. Потому что нас много. В автоподборе мы совершенно не разбираемся. Я на Авито подобрал минивэны. Нам идеально подходит минивэн для покупки. Вот. И выбрал я там 9 метров. Hyundai Star X мы едем сейчас смотреть. С Евгением. Это мой друг. Привет, ребята. Он профессионально занимается автоподбором. Пригодняет тачки с Японии. Поэтому он разбирается на 100%. И он нам поможет машину подобрать. Чтобы мы не купили Bibo. Всем привет, ребят. Ну да. Поедем сейчас смотреть эту машинку. Машинка, в принципе, надежная. Ну, скажем. Одна из самых надежных машин. Микроавтобус Hyundai Star X. С надежным, ребят, двигателем 4D56 Pajero. Короче, нам главное усос не купить. А что из этого выйдет, уже смотрите дальше. Погнали ехать тогда. Хули делать. Хули мы сидим. Всегда, когда покупаешь машину, нужно ехать с мыслью. Не надо ее покупать. Понимаешь? Не надо ее покупать. Надеяться на худшее, да. Эдик оператор уже здесь. А вон и машина. Ребят, ни хрена она такая широкенькая. А ну, Дим, встань на фоне ее. Я покажу, чтобы люди понимали. Ну, она такая, блин. Как микроавтобус. Турбо интеркулер. Смотри, диски ебать. Блин, сытная такая. Для помойки. Вообще идеально подходит. Влад, на мотору здесь закат. Я сразу говорю. С щупа масла летит. То есть здесь не то, что турбина кидает. Здесь просто кидают кольца масла. Даже на холодную. Первый момент. Второй момент. Оба лонжерона переваренные. Короче, была ДТП такая, знаешь, такая нехилая. Короче, получала по морде она так знатненько. У нее даже складка есть на крыше. Складка на крыше? Да, складочка. Когда машина по морде получает. Видишь складочки? Ну, сейчас их, блядь. Видишь? Вот, на уровне. Есть у тебя? Нет, нет, нет. И вот здесь такая же. Одинаковая вмятинка. Брать ее стоит. Но не за 400. Я ее вижу. А 1330-320. Ну, это ладно. Ты начнешь ее там эксплуатировать, да? Где-то там что-то. У тебя безопасность нарушена здесь. Здесь безопасность нарушена. И там. Загляни, там дыры. Там он вылетает, эта вся шлакодрянь. А то, что там, говорит, просела, там провалилась, там просто уже прогнила. Оно нужно, но не затыкуется. Салон, ну, как бы, понятно, делаешь, что года свои берут, но салон на три. Салон, понятно, тут салон меньше всего нас волнует пока что. Мы еще на ней не катались и не слушали ходовку. Потому что тут резину надо менять, посмотри. Ты в трассу поедешь, ты можешь стрельнуть просто. Она вся репаная, смотри. На резине недолго. Она, это зима. На зиме в Краснодаре ездить не рекомендуется. Она мягче, она плавится. Ну, это да, это арки. Это уже второстепенно. Лонжероны, Влад, вареные. Это силовые части кузова. Это, вот это вообще, это мелочь, то, что ты видишь. Вот здесь вот два лонжерона. Я подумал сначала, что она распилна по морде. Потом вроде пощупал, нет. Но лонжероны там, да. Я уже посмотрел, там антикор. Он так, знаешь, намазан лишь бы, лишь бы. В общем говоря, за 450 нет. За 400 нет. 330 подковыряет там где-то что-то там, да. Еще походит. Ну, просто жалко денег, реально. Давай лучше посмотрим бензин. Тойотовский какой-нибудь. Или Мазду. Здесь, на данный момент, по двигателю, он в районе 1070. По уважению. Тут, вот в районе первого цилиндра, Дима, видел? Масло прям бежит, как турбина заходит. С щупа летит дым. Не должно быть так. Я сапун отсоединил, с него тоже сапунит. Радиатор прогнил здесь, вот с этой стороны. Там вот где можно даже посветить защиту, там видно, что антифриз бежит розовое все. Даже за 350, да? Это не то, не то. Ну, он тебе не отдаст ее за 350. Ну, будем просто иметь в виду эту модель. Машина классная. Смотрю, она большая. Она нам идеально подходит. Не в таком состоянии. Ну, не в таком, да. Я вас отговариваю от этой покупки. Ну, либо приговариваю, чтобы он поторговался. Но он этого делать не будет, так что все, разбег. А вдруг сейчас позвоню, он за 300. Ну, позвони. Ну, давай попробуем. Я все-таки купил машину. И то, что я купил, оказался полный пиздец. Я сразу же встрял на бабки. Поэтому, ребят, если хотите увидеть этот трэш, сию кобылы ебаные. Демонический пиздец. То ставьте 40 тысяч лайков на это видео. И я выпущу отдельную серию видосов про это корыто ебучее. Ну, а мы уже на сервисе. Ой, кормилица, кормилица. Чемоданчик. А он не пустой. Чем-то набитый он в ребятки. Чемоданчик забираем. О, тарелка от спутника у телевидения. Триколор. Так, чемодан мы по-любому заберем. Он целый. Его продать можно будет рублей за 200. А внутри, ребят, походу, еще один чемодан. Охренеть. Витек. 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 Фирма. Регулировка скорости. Таймер. Вентилятор обалденный. Возможно, рабочий. Смотрите, какой. Нифига себе. Это в гараж заберем. Найди-то пропеллер от него. Где пропеллер? А тут, смотрите, ребята, в чемодане еще один чемодан. А в чемодане этом кранов, латунечка. Опа. А у меня тут как будто вынос хаты. Тимми. О, сюда даже не суйся. Ты понял? Я наслаждаюсь этим выносом. Не вздумай обломать мои наслаждения. Смотрите, ребятушки, тут какие-то розочки. Ого, что за монеты? Ребят, какие-то игручешные монетки. Нифига какой чехольчик для очков. Какой-то брендовый. Марк Би Марк Джекобс. Забираем чехольчик. Только еще тут визитницу. Ребятки, визитницу берем. Смотри, новые сережки фэшн. О, расческа вот эта еще тоже неплохая пойдет. Целая коробка. Вон, каких-то рис со сладким перцем. Вынос хаты. Ого, 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 ого. Ого, Дим, Дридститц телевизор. Дридститц разбитый в хлам, но топовый. Пойдем. С этого телека, ребят, на запчасти мы заберем плату. Ее можно продать тысячи за две. На медь уже кто-то кастрировал, да. А так это супра телевизор Дридститц. Смотрите, что внутри телевизоров. Это подсветка. Вот она вот так выглядит. И рассеивающая штука вот эта. Это кормилица, которая лутается нами вообще раз в год. О, 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 нифига, Xiaomi колонка. Нифига себе, ребят. Ребят, оригинальная. Аукс можно подключить флешку. А ну, батарея вообще. Наверное, батарея севшая, Дим. Гнездо вообще в идеале. Обалдеть. Топовая колоночка к Xiaomi, ребят. Стоит на Авито вот столько. А мне в идеальном состоянии бесплатно. Как пауэрбанк. Я поначалу подумал пауэрбанк. Ребят, я эту колоночку, если она работает, конечно, положу в сюрприз бокс. Купить их можно в группе ВКонтакте. Подписан рабочий. Сюда, Самсунг рабочий на 1600 ватт. За 1000 рублей продадим. Сюда. В полном комплекте. Обалденная. Вау. Она на пульте управления. Фу. Это Бугатти Вейрон. Как у Моргенчтерна. Вау. Тут двери вот так открываются. Обалдеть. Вот и пультик. Вот. Комментик. Вне у тебя есть. О. Миллион долларов. Дай Дим. Димечка. Нашел миллион баксов. О, их были бы не настоящие. Батю, мать окуртеткой. Уберу сюда. Опа. О, кольцевая лампа. Ой, капец. У меня, блин, уже мопед падает. Загружен. Сзади все тяжелое. Посмотрите, ребят, что я тут вижу. На помойке кольцевая лампа. Ой, чё? Ой, помоечка дарит возможность стать видеоблогером. Снимать тиктоки, видосы. Ну, кольцевая лампа. Классическая находка. Кстати, штатив целый. Лампа чуть поломана. Но она по-любому рабочая. Помоечка вот дарит образ для съемок видосов. Вот такую юбку. Тут что-то тяжелое дарит помоечка. О, помоечка дарит под накуриться кальянчик. О, такой неплохой, кстати. Не супер дешевый. Плюс шланг для калика, смотрите. Целый наборчик кальян. Сборчики вообще ништяк. Это деду надо. Поэтому беру кальян. Такой продать можно будет за полторы тысячи рублей. О, нифига. Чё помоечка дарит? Божественные уголочки. Вот такие полочки, которые я заберу. Ещё помоечка дарит. Вау, целый мешок углей запечатанный. Древесные угли для шашлычка. Ништяк. Берём. Вообще полный набор. Шашлыки, видеоблог, тикток и ещё кальян для кайфа. Ей-е. О, можно прям сюда эти все находки сложить. Так, смотрите, какой тут божественный вынос хаты. Это что такое? Какие-то самодельные вот такие вот полочки. Вау, ребят, вау. О, ракетка какая для тенниса. Ребят, по-любому это какая-то дорогая профессиональная ракетка. Ребят, я всё вот это складываю сюда, вот в эту телегу. Охренеть. Охренеть. Сейчас забью её полностью находками. О, Диме. И вот сюда не вздумай ссувать своё жало. Вот такие подставочки какие-то. Самодельные, кстати. Так, что это? Затирочная смесь. Оставим здесь бомжам. Так. О, блок питания АТП. Оригинальный. Внутри там код написан. Для вот этой штуки я нашёл подставку. Что у тебя? Вау, нифига, Дима нашёл два паяльника для кастрюль. Вот это можно собрать. Такая самодельная штука. О, баскетбольный мяч. Стрикек. Кек-кек-кек. А ну, баскетбольный огонь. Мячик купят, да, заберём. О, да, кормилица. О, покрышка на велик. Всё, она живая. А что её выкинули? Её можно забрать. Наушнички. О, вау, дай полить витей. Они поломаны. Они, это хайпер наушники поломаны. В гараж летащим проверим звук у этих хайбарс. Опа, вы нас с хаты. Вы нас с кухни. Ух ты, целый набор. Куча всего. Это всё купят на барахолке. Кастрюльки, вот эти вот поварёшки. Крышечки вот такие. Мисочки. О, прикольная сковородочка. Ого. Во, 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 чувак. Обалденный. Я хочу себе такие ножи. Вот эти именно. Оставим в гараже. Ребят, из вот таких ножей очень круто переделать их подмешки. Разметательные. Подставка для этих. Да. Кастрюль. Забирай всю коробку. О, нифига, люстра прикольная. Какая-то наклейка прикольная. А, магнитная. Прикольно, кстати, прикольно. Магнитная лента, я её заберу. Её можно типа примагнитить куда хочешь. И вот так вот получится. Прикольно, да, ребят? Ребятушечки, видите, с Димой едет. Подписчик сзади. В общем, мы встретились с подписчиком, который сказал, что его мама моя фанатка. И она приготовила для меня подарки. Надо тебе, Дим, подняться и забрать вынос-хаты. Вынос-хаты с самовывозом. Приветствую всех. Приветствую, приветствую. Привет, привет, Зимит. Давай, давай, стребу к низу, давай. Ого. Можно? Да. Серьёзно? Да. Да. Я твой тёжка. Дима, я твой тёжка. Тёжка, тёжка я твой. Хороший. Я, моя, я вообще. Спасибо. Быстро фото. Это конкуренты. Посмотрим, что у нас здесь. На вот этом райончике свежем. Давно тут мы не были. А тряпочки тут неплохие. Рубашка от фирмы Катон. Штаны. Адидос палёный. Ну, они вообще в люксе. По помойкам лазить. Чувак, тут тупо элитные шмотки. Газ. Джинсы Газ. Фирма Газ. Кстати, обалденные. Себе возьму. О, топовые. Чувак, тут шмотки прям хорошие. А там шу? Вот один Найк, смотри. 41-й. И вот там второй. Что это за пальцы? Чувак, это ногти или пальцы? А что это вообще за фрукт был? Это корни. Чувак, тут вы нас с хаты. О! Вот такое. Неплохой микрофон караоке петь. Наставят своих машин. Хрен проедешь к кормилице. К кормилице надо проезжать. Особенно к такой сытной. Где сразу для меня. Какие игрушечки. Так они божественные, смотрите. Вау. Смотри, коллекционные игрушечки. Они все вот такие, ребят. Смотрите, тут даже павук есть. Тут ещё есть жуки. Скорпион. Жук какой. Дим, боишься жуков? Смотри какой. Не боишься? Нет. Столько тут всяких и маленьких разных. Иродягтили. Это, кстати, мой конкурент. Вот он. Вот так он выглядит. Не, ну вообще это продать можно рублей за 500. Весь пакет. Спокойно причём. Представляете, кто-то же их вкопил, покупал, складывал. Тут закрытые кормилицы. Опа. Зато тут элитные, элитные квартирки, ребятки. Вот сразу пакетик с вещевидной, с вещами. Ого. Ого. Ребят. Мотоциклетный этот номер. На. Вау. Ого. Забирай. Сетевой фильтр Димы нашёл. У меня тут тоже вынос игрушечный, правда. О, это для развития мелкой моторики. Сундук. Тут не хватает этого. А, не, всё на месте его как будто почти. Да, тут не хватает деталей. Как ты прикинь, тут никто не лутается. Мы сюда в этот двор пробрались. Мы тут первые у этой кормилицы. Мы её, считай, ребят, лишили всех возможных девственных штук. Потому что мы у неё сегодня первые. Ого. Тут люди деньги выкидывают. Рубль. Вон ещё. Охренеть. Ребят, 11 рублей нашёл. Просто в мусоре обычном. Неужели это уже не деньги? Это же деньги. Вот ещё 5 рублей. Уже 16 рублей. Я считать, кстати, научился. А тут. О, Эверласт. Нью-Йорк. Кепочка палёная. Шкатулочка морская. Чувак. В ней есть украшение. Ребят, что в этой... Куда? Иди, Ройся, в помойку. Там есть что поискать. Дай мне насладиться. Да, дам, я смотрю. Дай мне насладиться. Успокойся. Просто молча наблюдай, да? Не будешь лезть? Нет. Всё-то да. Вот такая бижутерия. Брошь. Вот это на руку. Браслетик вот такой вот. А ну. О. На пульсник такой. Стильно. Так. Вот ещё брошь королевская, кстати. Чувак, их две одинаковые. Давай одну тебе нацепим. Куда-нибудь. Одну мне. У нас будет королевская гильдия разрывных мусорных баков. Так, скрипыши. Это браслетик. Ой, какой брелочек топовый вот этот. Смотри. Сочи 2014. Брелок на ключи. Вот такая геолокация. Нашёл? Будь другом. Позвони. Кстати, ну попросили позвонить. Сейчас позвоню. О, кстати. Топовый кулон. Я себе его подцеплю. Прямо сейчас на цепочку. Алло, здравствуйте. Я тут нашёл брелок на помойке. Написано, нашёл. Будь другом, позвони. На брелке. С этим номером? Да, с этим номером. Прямо на брелке номер этот. А кроме брелка ничего нет? Тут какая-то бижутерия. Этот пакет возле помойки висел сбоку. Не знаю. Ничего не теряли. Не выкидывали? Сегодня там. Может, скорее всего, сейчас я узнаю. Одну секунду. Это просто мамин номер. А, мам. Может, когда-то такое было. Может, она когда-то куда-то его выкинула. И его куда-то прицепили. У тебя был брелок? Нашёл бы в другом позвони. Нет, это не наше спасибо. Странно, странно. Ну, ладно. Да. До свидания. Ну, такое бывает тоже, ребят. Они даже не в курсе, что их номер на этом брелке. Как так вообще? Но брелок прикольный. Оставлю себе. Капец, дома тут мажористые. Жесть. И вот кормилица. Это краснодарская рублёвка, ребят. Я вижу там, кстати, огромную собаку. А, Дима собак очень боится. Он увидел собак и сказал, я не поеду. Потому что он собак очень сильно боится. Мне кажется, они такие могут вообще загрызть, если захотят. Особенно вот это. Не, вот такие уличные собаки стаями орудуют. Вот это, кстати, чипированное. Сейчас, если еды найду для них, я им дам. Смотрите, какой насосик водяной. Возможно, рабочий. Забираем. Не знаю, хлеб они будут сладкий? Хлеб вы едите сладкий? Вот, булочки, кусочки. Да, наверное, они только мясо хотят. Кстати, вот эта собака с хвостом, да, которая ходит. Она породистая. Такая модель собаки может дорого стоить. Тебя как зовут, Пёсель? Ты как на улице оказался вообще? Ты вообще красивей. Посмотрите, ребята, от элитного окна сетка москитная. Вообще топовая. Не знаю, я собак не боюсь, если на меня они кидаются, я на них вообще. Иди, Пёсель. Кушать хочешь? А нету. Поехали, подъедем, будем лечить твою фобию. Поехали, не бойся. Я их просто боюсь. Не бойся, просто учись бороться со страхами. Давай попробуем. Я готов подъехать, потому что я не хочу последствия. Да не будет последствий, я тебе говорю, они адекватные. Вот, паркуй мопед. Есть собаки неадекватные. Вот, смотри на них. Вот, просто смотри ей в глаза, Дим, не бойся. Пошли, подойдем. Пошли, подойдем вместе. Я подходил. Пошли, вместе подойдем. Ну, пошли. Надо бороться со своими страхами. Родячие собаки, там, радячие. Они все чипированные, на ушах чипы у них. Пошли, ну, пошли. Дай руку, дай руку. Пошли, подойдем. Все, ты боишься. Погладись такой смелый, подойди. Вот так крутая вообще, я бы ее погладил. Иди сюда. Они еды хотят, Дим. Покорми собак. Это я давал им, они не хотят такое. Это сладкое. Я не люблю радячих собак, как бы, опасаюсь. Добрый, сильно боюсь, но стараюсь избегать с ними контакта. Понял. Ну, с одной стороны, это правильно. Но, чересчур их бояться, это тоже как-то перебор. Ого, ого, фарфоровая кукла. Ребенок фарфоровый. Полностью целый. Капец, это криповая игрушка, ребят. Она страшная жесть. Ой, такой ночью ко мне придет, я обосрусь. Реально, посмотрите. Так это денег стоит, блин, обалдеть. Эта куколка может денег больших стоить. Плюс здесь неплохие вот такие Венум перчатки боксерские. Правда, они, видите, уже облезли. А мы не палим ни номера телефонов, ничего, ни адреса. Я думаю, что приятно, если вы играли, мусор мне разбирали. Что я там ем, блин, что делать? Нам это неинтересно, что вы едите. А мне неинтересно, что вы тут делаете, вы не имеете права это брать. Мы вообще в своем месте находимся, мы имеем права. Вы берете вещи, которые я тут оставил? Вы это выбросили. И что? Ну, а мы бомжи, мы это собираем. Занимается утилизацией и что? Ну, так можно всем сказать. Это не работа. И вы с вами контракт не заключаете, чтобы брать. Не смотришь, что вы доставали, не сортировали. Мы наоборот вещи спасаем, понимаете? Вот это выбросили беспощадно. Мы им дарим вторую жизнь этим вещам. Вы делаете контент для Ютьюба. Это параллельно. Это вас по минимуму, я не верю. Потому что вы занимаетесь благотворительностью. Но вы не знаете нас, во-первых. У вас первое представление, может, такое о нас. Мы все... Мы ж не говорим, там, этот чувак выкинул презервативы, он там, наверное, на свою жену трах. Ребят, это в целом. Представь, я к тебе домой пришел, такой, вот так, дай я посмотрю, что у тебя мусорит. Говорятся. Но это же домой. И что? Это уже выкинут, это уже шел. Это у тебя такая философия, а у меня другая философия. Ладно. Хочешь, чтобы здесь был мусор, чтобы здесь что-то ковырялись. Это странно. Хорошо, мы пони. Ребят, вот что вы скажете по поводу того, что он нам сказал? Я думаю, это какой-то бред. Нам не важно, кто это выкинул. Нам важно, что выкинули. Вообще, это странно. Даже то, что он нам начал предъявлять, это странно вообще. Вынос с хаты. Огромный. Блин, тут так темно. Тостер. Коврик. Тостер. Да, вот тостер. Неплохой целый. Его за 200 рублей продать можно. Швабры какие-то. О, для ванны вот эта штука. Кстати, это полотенце сушить на батарею вешается. Вот, целая штука. Полочка вот эта, кстати, тоже вещь. Вот это классная полка вообще такая, лофтовая. Дим, а получится вантус продать? Нет. Нифига тут тыковки накормилицы, ребятки. Загородные помоечки. Они, о, да, бейби сюда. Нифига себе. Блин, порванные, но это наколенники. На ноги одеваются для кикбокса. Да даже в таком состоянии эти штуки купят. И они битки вроде называются. Их за 500 вот в таком виде заберут. О, вот еще трусики. Смотри, какие денежные. Кельвин Клейн. Оригинал? Нет. Кельвин Клейн, если были бы оригинальные, забрал бы. Отстирал бы и носил. Ну, а что вы скажете, ребят? Что вы там плохого? Вот тут жопу вытирали. Блин. Ну, ничего страшного. Я в перчатках все равно. Чего бояться? Мандовушки. Да нет, тут виллы вот такие огромные. Какие тут могут быть мандовушки? Тут люди, знаешь, какие богатые живут? Какие у них могут быть мандовушки? Все равно богатый человек или нет. Кстати, истина, ребят, ауф. Субтитры сделал DimaTorzok. Продолжение следует...